Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии А можно тогда сразу вопрос, чем было вызвано изменение названия? Ну, изменение названия было вызвано изменением рода деятельности. Даже не столько изменения, а его расширения. Потому что мы их создавались 27 лет назад, как бизнес-школы классического типа, где были только бизнес-программы. Но с течением времени у нас появились такие программы и факультеты, как медиа и коммуникации. И мы готовим не только предпринимателей, все, что связано с бизнес-программами, но мы готовим сценаристов, режиссеров, операторов, продуцентов и готовим архитекторов. Но поскольку уже закрепилась аббревиатура в сознании, вы решили Ресебу оставить? Совершенно верно. Это наш бренд, и поэтому Ресеба, в общем-то, стала как наше теперь имя. Мы его не расшифровываем. Но ваше имя и Ресеба, поскольку мы уже коснулись бренда, оказалось в рейтинге магистратуры лучших бизнес-школ в мире. The Universal Best Masters Ranking этого года был опубликован. Туда также вошел и Рижский технический университет. Я так понимаю, включены два этих университета в группу, которая обозначает особый высокий академический уровень, а также, если расшифровывать, выдающееся качество и сильное международное влияние в сфере бизнеса и управления. Это, я так понимаю, первый раз вы были занятены? Нет, не первый раз. Мы уже в этом рейтинге участвуем достаточно давно и держим лидирующие позиции в Латвии. В этом году, я тоже посмотрела, там добавились еще вузы. На самом деле, это рейтинг, так и называем, рейтинг узнаваемости. В свое время были выбраны тысячи вузов мира. В основном, это связано с бизнесом. И присваиваются так называемые пальмовые ветки. И всего их существует пять. То есть, высший уровень признания – это пять пальмовых веток. У вас четыре. У нас четыре. Что означает, что это топовая бизнес-школа с очень серьезным международным влиянием. А у кого пять? В Латвии нет. Там, например, по регионам оценивание идет. Да мы входим в Восточную Европу, да, часть именно. Конкурируем вот в этом крыле. Мы конкурируем в этом крыле, но это рейтинг узнаваемости на самом деле глобальной. Что это дает? Какие-то преимущества? Это цитируемость. Как вообще это выясняется? Выясняется. Это, почему я говорю, что это рейтинг узнаваемости? Я не очень знаю частную методику, по которой это проходит. Но это отсылают, информацию о ВУЗе рассылают по разным регионам, по разным ВУЗам топовым. И где руководители бизнес-школ говорят, или они сотрудничают с этой школой, или знают ее в различных регионах. И таким образом, в общем-то, потом тебя как раз выбирают, что да, вот этот ВУЗ мы знаем. Вы представляете именно частный ВУЗ, да, стоит об этом сказать. У вас конкуренция есть именно среди других частных ВУЗов Латвии, или с государственными вы тоже конкурируете, как вам кажется? Мы со всеми конкурируем. Вообще, мне кажется, нет необходимости делить ВУЗы, что частный или государственный. Мы работаем все в одном законодательном поле, по всем одинаковым правилам. Ну, это теперь уже. Раньше немножко было преимущество частных ВУЗов, потому что они могли выбирать свою, допустим, языковую программу и быть абсолютно в этом плане независимы, в отличие от государственных. Но вот с этого года теперь действительно отличий нет. Ну, отличия есть. Одно очень существенное отличие, потому что только в том, что мы не получаем государственное финансирование. Да, это очень существенное, я бы сказал. Конечно, ограничения на нас, это тоже касается языков, распространяются так же, как до всех, но финансирование это нам не принесло. Но вы можете участвовать в каких-нибудь, может быть, государственных грантах, поддержках, программах? Есть какой-нибудь программа софинансирования или вообще не подразумевается никак? Мы можем участвовать в программах европейского финансирования и участвуем, хотя тоже были программы, которые, ну, просто потому что ты частный, ты не квалифицируешься. Сейчас эти ограничения снимаются, их становится меньше и меньше. Вы, вот по данным Латвия-Савиза, которая публиковала, в принципе, и рейтинг частных вузов Латвии и их историю, вы являетесь не только ректором, но и владелицей. Совладелицей. Совладелицей, да, если быть точной, это вуза. В принципе, вот коммерческие высшую учебное заведение в Латвии, это прибыльно, вот как бизнес, если рассматривать, да, насколько это успешно? Или, прежде всего, все-таки… Ну, мы работаем, если тоже посмотреть на наши годовые отчеты, мы рентабельны, стабильно рентабельны, но наша рентабельность примерно в районе 7%. Ну, что важно, практически все это вкладывается в развитие бизнеса, в развитие образования. И если мы посмотрим, с чего мы начинали 27 лет назад, в свое время с трех комнат на улице Бривеба, с потом на Ломоносова. Если посмотрим нашу материальную базу сейчас, ну, это… Да, да, давайте посмотрим, давайте посмотрим, нет, давайте посмотрим. А что действительно вкладывается? Обычно вуз ведь представляет собой, ну, кажется, это что, доска с мелом и класс с партами, ну, условно говоря, там… Да. А что сейчас? Что сейчас? С этого начинали, не зря в нашем названии появились такие слова, как искусство и технология, и вот особенно все программы, которые связаны… Вот, посмотрите на свою студию, технику, вы не можете работать, не использовать технологии. Точно так же, вот у нас есть H2O, центр медиа и архитектуры, ну, где мы вкладываем постоянную технику, камеры, свет, архитектура. Это тоже, это не только, ну, бла-бла-бла, и когда нужно только говорить и писать мелом, это нужны и компьютеры. Ну, все необходимое оборудование. Преподаватели. Ну, все нужно, да, особенно если мы говорим о архитектуре, программа на английском языке, все, кто преподают на английском языке, и это, соответственно, и вклада выше, много зарубежных преподавателей приезжает, ну, все это требует ресурсов. Ну, раз мы заговорили о языке, может быть, я и слушатель, напомню, в июне этого года Сим в окончательном чтении принял поправки к закону о вузах, и причем этот закон предусматривает запрет на обучение на русском языке и в частном секторе тоже. Да, я так понимаю, что в этом году последний был набор на русские программы. Совершенно верно. Нет, в этом году уже летнего набора уже не было. А, уже не было. Потому что с 1 января, это закон вступил с 1 января. Может быть, в процентном соотношении, чтобы понять, сколько вуз может потерять студентов, которые выбирают именно обучение на русском потоке, это и наши местные студенты, преимущественно, или за границей, может быть, поясните эту корреляцию, сколько наших, сколько приезжих, и откуда приезжают учиться на русские программы? Ну, как я уже сказала, что с 1 января мы уже, все, этот набор на русский язык запрещен, то есть это мы только до 2023 года еще можем доучивать те, которые сейчас учатся. У нас это было примерно 30% было студентов, которые учились на русском языке. А откуда они были? Это местные или приезжали? Были местные студенты, причем, ну, местных пропорционально было, наверное, даже меньше. И много приезжало из стран бывшего Советского Союза. Узбекистан, Узбекистан. Узбекистан был в топе, больше всего как раз приезжало Узбекистан. Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, в меньшей степени Грузия, Белоруссия, Украина. А почему они выбирали именно Латвию, а не Россию, которая, казалось бы, ближе им даже географически? Ну, я думаю, что все-таки Латвия имеет, ну, во-первых, это европейская страна, соответственно, это европейский диплом. Ну, и Латвия имеет, мне кажется, ну, такую еще историческую память. Это всегда была немножечко западная часть Советского Союза, и сюда, ну, с удовольствием люди... Есть у многих здесь и родственники, и знакомые, поэтому сюда и едут. Ну, в связи с закрытием этой программы, да, она уже сейчас, я так понимаю, закрылась, до 2023 года те студенты учатся по этой программе, которые успели попасть еще на русское обучение. Вы уже приблизительно понимаете, сколько студентов вы потеряете, либо нет, это все дело переориентируется, допустим, на английский поток? Совершенно верно. Это не произойдет за один год, но в этом году, если мы посмотрели этот набор, при том, что мы принимали 30%, ну, если бы сказать, насколько меньше, вот, пришло и иностранных студентов, это примерно минус 10%. То есть в течение года, поскольку закон был принят очень быстро, неожиданно, и, в общем-то, к нему не было времени даже так вот переориентироваться, потому что переориентироваться на новые рынки, это, ну, тоже требует времени. Ну, я думаю, что за этот год мы уже это компенсируем. Для вас было, кстати, вот такое вот, правда, поспешное принятие, и именно вот, именно касается частных вузов, по-моему, только в третьем чтении была внесена поправка, каким-то шоком, вмешательством в частный бизнес, да, как вы отреагировали, я не знаю, пытались ли вы в Министерство образования обратиться, либо в комиссию целевую, которая рассматривала этот законопроект? Мы пытались все, что могли, в те временные рамки, которые были предоставлены, сделать, в том числе мы апеллировали к президенту, просили, чтобы он не провозгласил закон, и не только мы, то есть это была и ассоциация частных вузов, все частные вузы, кроме того, нас поддержали и торгово-промышленная камера, и ассоциация работодателей, потому что это, ну, не такой неоднозначный вопрос. То есть это почему-то было такое политическое решение, нежели экономическое, необоснованное экономическое? А преподаватели, которые преподавали только на русском потоке, есть, возможно, которые вынуждены проститься с работой по естественным причинам, либо они вполне могут и на русском продолжить? Ну, переориентироваться, опять-таки, да. Либо есть такие, кто вот сугубо это был, вот их сектор, который они сейчас потеряют 53 года. Или, может быть, приглашенные были какие-то из России, там, из других стран. Ну, вы знаете, если мы говорим о высшем образовании, неважно, на каком языке преподавание, здесь вот я абсолютно убеждена, что все равно человек должен владеть и латышским языком, и английским языком. И вообще наша политика такая, что преподаватель, работающий в ВУЗе, он должен знать языки. И есть, конечно, которые сложнее, например, с латышским языком, но как бы это ни было бы больно, ну, ты неконкурентоспособен, если ты владеешь только одним языком. Ну, и мы сейчас приглашаем, и в том числе из России преподаватели приезжают, но они... Ну, читают какой-то курс лекции, да? На английском, да. На английском читают. Но, я так понимаю, допустим, вместо приглашать именно российских специалистов, то теперь только на английском языке, либо такие гостевые курсы, они могут существовать на русском языке в Латвии? Ну, конечно. Могут, да? А по поводу, может быть, студентов и качества обучения в Латвии высших ВУЗов, вот недавно госпожа Шуплинска, мне кажется, она больше касалась именно государственных колледжей, техникумов и университетов, заявила, что в Латвии их слишком много, да? Не соответствует число высших учебных заведений, не соответствует тому числу студентов, которые поступают в эти ВУЗы. Вот считаете ли вы, что действительно в этом проблемы, надо сокращать это число, как-то оптимизироваться между собой, может быть, объединяться? Ну, я даже думаю, что не дело в числе. Дело в том, что, опять же, здесь арифметика такая. Если мы считаем только ВУЗы, там, высшие школы и университеты, это одно дело. Если мы считаем и колледжи, ну, тогда это, получается, ну, такое большое число сразу становится. Хотя сейчас практически все колледжи, они являются структурными подразделениями или университетов, или… То есть, на самом деле, их не так много. А то, что объединяться или не объединяться, ну, мне кажется, это всегда вопрос эффективного использования ресурсов. Это, наверное, имеет смысл где-то укрупняться. Активное использование ресурсов, конечно, вот замечательно слышно именно от, ну, ваш вот именно подход, да, с точки зрения бизнеса. А вот скажите, все-таки вот искусство и бизнес, нет ли здесь какого-то, ну, всегда в общественном сознании, это как-то противостоит бедный художник и там алчный, но глупый бизнесмен, который ничего не смыслит там в искусстве. Вот каким образом вам удается объединить это? Ну, вот несколько лет назад мы как раз делали это своей политикой, и мы себя называем и себя позиционируем как вуз, где бизнес встречается с искусством. Мы как раз вот против абсолютно вот этого стереотипа, потому что мы считаем… Ну, сейчас все, ну, то есть это общепризнанный факт, предприятие может развиваться, если нету инноваций. Инновации находятся где? Они всегда на стыке дисциплин. И поэтому вот творческое мышление, креативность, то есть те, кто занимается, учится бизнесу, у них должно быть точно так же развито творческое мышление, творческое начало. А те, кто занимается творческими программами, они должны быть, и конкуренты потом должны способны быть продать свой продукт. Если это, например, архитектор, посмотрите, ведь многие архитекторы становятся руководителем своего там бизнеса, архитектурных бюро, они должны уметь и управлять этим бизнесом. У вас даже записано вот интеллектуальное предпринимательство в программе, да, РИСЭБ, то есть вот развитие интеллектуального. Виталий задает вопрос вам в WhatsApp. Бизнесменам все равно, какой продукт производить, лишь бы была рентабельность, спрашивает он у вас, и возможно ли сокращение преподавателей, сколько было уволено из-за незнания латышского? Были ли такие случаи? Не было у нас таких случаев. Не было, потому что я сказала, что у нас не было преподавателя, которые работают только на русском языке. По поводу бизнесменам все равно, какой продукт производить. Если, ну, естественный процесс, кто-то на пенсию уходит, ну, тут таких увольнений не было. Вот вопрос, который задает Виталий, я понимаю, связан с тем, что есть ли разница, что продавать? То есть вот для бизнесмена важна прибыль, то есть вот можно торговать, я не знаю, там, пушками, условно говоря, или картинами, главное, что прибыльнее. Ну, те, кто занимается продажами, хотя сейчас вот говорят, что вообще в Латвии, в мире это вообще такой очень редкий ресурс, и те, кто умеет продавать, они говорят, что мы продадим все, дайте мне любой продукт, и я его продам, или научу других, как продавать. Ну, а если мы говорим о том, когда предприниматель выбирает, каким бизнесом ему заниматься, ну, наверное, он ищет, во-первых, то, что ему интересно, то, что он видит возможность, на чем можно заработать. Ну, основной доход, это именно плата за учебу студентов, да, вуза. В нашем случае. Частного вуза, да. В нашем случае, да. И в отличие от государственного, где есть бюджетные места, квоты, частные вузы от этого отличаются, но, хотела бы я спросить, есть ли какой-нибудь софинансирование европейской программы, благодаря которым студенты могут обучаться бесплатно в РСБ, или такое возможности вообще не предусматривается? Студенты у нас могут обучаться бесплатно, у нас есть свои бюджетные места, у нас есть, ну, очень широкая система скидок. А как вы создаете эти бюджетные места, выбираете, то есть решаете, насколько частный вуз в этом заинтересован, да? Мы заинтересованы в том, чтобы приходили сильные студенты, сильные выпускники школ, если мы говорим о бакалаврских программах. И мы сами даем эту скидку, есть критерии, которым человек должен соответствовать, чтобы попасть на бюджетное место. То есть отличная успеваемость только приветствуется, да? Совершенно верно. А какие-то ротационные круги, вот, можно ли слететь с этого, или получить в ходе курса? Совершенно верно. Можно то же самое, да? Да, раньше у нас не было вот этих ротаций, потому что с прошлого года, как раз по просьбе студентов, вели ротацию. Вы говорите по просьбе студентов, у вас есть какой-то профсоюз, студенческий союз, который… Есть студенческое самоуправление, которое принимает, ну, активное участие в жизни вуза. Почему оно называется самоуправление? Потому что у них есть тоже свое финансирование, это по закону, в любом вузе есть такой орган. Они должны, они участвуют во всех уровнях, они являются членами Сената, они являются членами Сатфорс-Масапулца, у нас такой высший орган. Да, да, да. А, кстати, участниками, вот, чаще всего становятся этого студенческого самоуправления, это местные студенты, да, берут институты? Студенты, или вот именно иностранные, ну, может быть, преимущественные? Это активные студенты с активной жизненной позицией, которые хотят, ну, чего-то добиться. Традиционно это были в основном, в первую очередь, совместные студенты, хотя они сейчас, ну, активно привлекают иностранных студентов тоже. Выпускники, вот, как складывается их жизнь, следите вы за институтой? Конечно, следим, следим, да, следим. Ну, везде, куда бы ты ни пришел, практически в любое предприятие, в банки, ну, везде есть выпускники. За 27 лет, это же, наверное, какое-то безумное количество, ну? К 15 тысячам примерно. Везде они есть, они и в Латвии, они есть за рубежом. Есть ли какая-то, я не знаю, ну, условно говоря, там, ну, не то, чтобы тайный знак, чтобы там отвернул ладскому пежаку? Есть, да, конечно, есть. Потому что все магистры, которые заканчивают, они получают серебряный значок. То есть, это получается, что, ну, такое товарищество по всему миру, можно найти выпускника вуза? Совершенно верно. А поскольку у нас есть магистрская программа управления человеческими ресурсами, там практически… Это HR? Это HR, да, и руководители HR-ов, очень много наших выпускников. Ну, и когда смотрят CV, тоже… Отмечают. Потому что ресеба, да, видно. А по поводу способности заплатить за учебу в УЗИ, покрыть, может быть, какие-то повседневные расходы, ну, важнейшие условия, которые влияют, в том числе, здесь, может быть, вы увеличиваете, вы просматриваете какую-то тенденцию, что с каждым годом студентов больше, их покупательная способность возрастает, да, и действительно им по силам, либо, знаете ли вы, либо они берут кредиты, либо им помогают родители, либо они совмещают с работой. И так, и так. Ну, обычно, если 19 лет вроде не ребёнок, ну, для родителей, пока он ещё не получил бакалавра, всё равно это ребёнок. Он поступает, но в основном тогда это платят родители, если это дневное отделение. Если это вечернее, это более взрослые люди, и эти практически все тогда работают, и сами за себя платят. И часть берёт кредиты, что у нас достаточно хорошая система кредитования. А как вы регулируете вот эти вот цены за обучение в год? Ну, в среднем, можете, может быть, вы сказать, от до? От 2.200 за год. Самая дорогая программа архитектура 6.000, хотя местным студентам 20% скидка, они 4.200 платят. Да, то есть от 2.000 до 6.000 евро, это цена обучения за год в Ресебе. А из чего складывается она? Вы как-то общий рынок сравниваете? Есть система ценообразования, есть, конечно, рыночный подход, есть расчёт себестоимости, как любой продукт рассчитывается. Просто иногда в социальных сетях можно наблюдать какие-то посты разочарования, публикации, я имею в виду о том, что качество учёбы не соответствует деньгам, которые они потратили на это. Есть ли у вас, может быть, какие-нибудь, не знаю, жалобы со стороны студентов на специальности, либо все в общем итоге остаются довольными? Ну, я думаю, что в общем итоге все остаются довольными. Но если бы сказать, что никогда не бывает какого-то недовольства, наверное, тоже нельзя. Не ошибается, наверное, только тот, кто ничего не делает. Но мы всегда реагируем, очень оперативно реагируем, если студенты недовольны каким-то преподавателем. После каждого курса мы проводим анкетирование, студент должен сказать, что понравилось, не понравилось, на что обратить внимание. Мы проводим постоянно анализ. Да, ещё вопрос финансирования. Если студент берёт, допустим, кредит в банке на учёбу, банк сообщает вам об этом, знаете ли вы… Мы получаем деньги от банка. Вот, вот, вот. То есть вы знаете о всех студентах, которые кредитуют на учёные. Конечно, конечно. Какое это число? Ну, не такое большое. Это примерно процентов 10, наверное, берут кредит на учёбу. 10 процентов, да. А вот среди этих 10 процентов много ли отсеиваются в процессе учёбы? Все ли заканчивают её, доводят до конца? Вы можете ещё раз. Ну, никогда не бывает так, что все доводят до конца. Если мы говорим в процентном отношении, ну, процент отсеева – это, ну, где-то около 15 процентов. Ну, это не только те, которые берут кредит, а вообще, в принципе. Да, 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 да. И самое большое, конечно, это на программах дистанционного обучения, программы онлайн. Потому что там, ну, такой уровень дисциплины должен быть очень высокий. Как вот всё-таки оцениваются, например, преподаватели? То есть, получается, немножечко сразу у меня ассоциация с системой, там, условно говоря, Яндекс.Такси, где таксист тебе ставит оценку, ты таксисту. То есть, получается, что преподаватели ставят оценки студентам, а студенты преподавателям? Совершенно верно. Потому что если закончился курс и прошёл экзамен, но ты ещё не получил оценку, чтобы никак это не влияло на твоя оценка, во-первых, это анонимное анкетирование. И есть тоже целый список критерий, на которые студенты должны ответить и с точки зрения содержания курса, и материалов, которые давал преподаватель, доступности этих материалов в онлайн-среде. Ну, а здесь нет ли какой-то опасности то, что преподаватель в таком случае может более пытаться сделать в сторону развлекательности, в ущерб, например? Ну, то есть, он хочет понравиться, он хочет шутить, острить, но при этом не главное ведь, что, может быть, он доносит... Или, наоборот, слишком требовательный преподаватель, которого не любят студенты, но он вбивает в их... Гроза факультета, да? Да, да, да. Вы знаете, наверное, вот в нашей истории был преподаватель, назову даже, несмотря на все там эти защиты данных, преподаватель Леонид Яковлевич Грингласс, математик. Ну, вот вы, как видите, гроза. Очень требовательный. Если там студент сдавал, и у него получалось там, если 4 проходной балл, это 40%, он мог поставить там 3,99, потому что вот так получалось математически. Но ни одной жалобы на него никогда не было. Он был требовательный, но это миф на самом деле, что требовательных преподавателей студенты там плохо оценивают. Наоборот, он авторитетный. Он авторитетный, да. И, ну, вообще, я считаю, что вот это сочетание и развлекательности, и содержательность, мне кажется, в этом-то и заключается мастерство преподавателя. Ну, вот по поводу мастерства преподавателя, мне кажется, нынешний студент, он модифицировался, он изменился, да. Мне кажется, даже если я сравниваю еще со своими студенческими годами, смотрю на нынешних абитуриентов. Но преподавательский состав, он, как правило, ну, не изменен в более продолжительное время, да. Да, смена поколений происходит. И действительно, вы общаетесь с преподавателями, насколько студенты способны впитывать информацию, вести конспекты, либо это действительно способ уже устарел, они не способны уже к такому запоминанию. Это все-таки клиповое осознание, надо менять методику. Вот общую... Пуспевают ли преподаватели за прогрессом, может быть, даже так сформулировать? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Мы тоже даже понимаем, что молодые люди вообще иначе воспринимают информацию. И я даже читала, что даже способ подачи информации должен быть таким, что каждые 7 минут меняется какой-то... Или подачу материала, какие-то виды активности. Что больше 7 минут студенты, молодые люди не держат внимания. Ну, с преподавателем, согласно, это уже эти миллениумы, это которые родились, говорят, вот по-английски говорят, что digital natives. Да. Ну, а мы поэтому обучаем преподавателей, проводим... У нас раз в месяц проходят методические семинары, в том числе и по освоению технологий в образовании. То есть не бронзовеют, да? Ну, стараемся. В WhatsApp у вас спрашивают, за что отчисляют студентов, какие зарплаты у преподавателей, стоимость по обучению мы уже говорили ранее. Отчисляют за неуспеваемость. То есть, ну, никакой нету корреляции, это частный вуз или не частный вуз. Если ты не справляешься с программой, отчисляем. Ну, в первую очередь, зарплаты очень разные. Если мы говорим, ставка там за час, она может быть от 12 евро и там до 60 евро на докторских программах. Зависимо от того, сколько преподаешь, больше преподаешь, больше получаешь. Вы упомянули онлайн-дистанционное обучение. Может быть, об этом поподробнее? Как вам кажется, сюда прибывает число студентов, либо, наоборот, с каждым годом становится меньше? И может ли так получиться, что за этим будущее и присутствие на лекциях, парах, сойдет на нет? Ну, или это останутся либо вечерние, потому что люди будут работать, или заочные, либо вот такая вот дистанционная форма обучения? Дистанционное обучение растет, и количество студентов увеличивается. Ну, потому что у людей, я думаю, что разные жизненные обстоятельства. Кто-то находится вне Латвии, но кто-то хочет здесь учиться, может сосчитать это и с работой. Но, опять же, это вот для людей, которые очень дисциплинированы. А как это происходит? То есть, ты заходишь, тебе надо обязательно быть онлайн там с 10-12? У нас вообще нет никакой привязанности? Есть привязанность, есть привязанность, есть... Когда ты должен какие-то работы сдавать, там есть и вебинары, и такое общение в том числе. В каком-то чате с преподавателем. И количество часов соблюдается обязательно, ну, необходимое. То есть, я хочу понять, когда вы получаете диплом, да, о том, что вы окончили обучение, ну, в УЗ, но на дистанционной программе, это там обязательно описывается. Но он котируется, он равнозначен тому диплому, который получен? Конечно, конечно. Абсолютно. И при приеме на работу, трудоустройство, это никак не влияет? Никак не влияет. Это, наверное, может повлиять только если, ну, если бы я был работодателем, и вот если я работодатель, я вижу онлайн, я думаю, ну, этот человек умеет работать. Наоборот, так вы думаете? А не кажется, что наше общество по-другому воспринимает, допустим, то есть, диплом, полученный онлайн, и диплом, полученный непосредственно при присутствии на лекциях, то есть, человек ездил, ходил, записывал, ну, и какое-то, может быть, пренебрежение еще в нашем обществе существует. Не знаю, я… Вы наоборот. То есть, это требует больше концентрации дисциплины? Конечно, это дисциплина требует в первую очередь. Самодисциплина. Ректор Рисеба Ирина Синникова сегодня в нашей студии. Я знаю, что вы защищали диссертацию по кейсам предпринимательства в Латвии, как раз-таки это вот ваша была особенность. Вот скажите, может быть, вот, ну, если сказать, насколько в Латвии действительно ли существуют предприниматели, которые могут быть на мировом уровне, насколько вот эти кейсы интересны, насколько, ну, вот этот опыт можно использовать? Ну, я думаю, что предприниматели, неважно это, в Латвии, там, в Польше, в Америке или где-то, география не имеет значения. И в Латвии достаточно случаев, предприятия, которые являются уникальными, инновативными и которые могут, ну, которые конкурируют в том числе и на мировом рынке. Даже вот последний проект, который вот мы с коллегой сейчас занимаемся, называется так называемые «Скрытые чемпионы». «Скрытые чемпионы», то есть мы ищем вот случаи, которые попадают в эту категорию скрытых чемпионов. А что это значит? «Скрытые чемпионы» – это в свое время в Германии профессор Симон ввел этот термин. Это компании, которые на мировом рынке, это или номер один или два, с точки зрения рынка, ну, есть еще критерии, ну, то есть это один или два. Почему их называют один или два в мире? Этот проект расширили на страны Центральной и Восточной Европы, и, то есть мы ищем предприятия, которые как раз были бы лидирующие на своем континенте, с точки зрения именно вот доли рынка. Почему они скрытые? Потому что они в основном работают B2B, то есть они услуги бизнеса или какой-то продукт для бизнеса, а не клиента. И таких предприятий, оказывается, достаточно много. А в Латвии все-таки вот условия для бизнеса, многие бизнесмены, которые были в этой студии, жалуются, что непредсказуемо меняется часто законодательство. То есть это, вот насколько все-таки вот ваше ощущение, вот бизнес-среда, насколько благоприятна для предпринимательства? Ну, она благоприятна с точки зрения показателей, если мы говорим, вот это doing business в Латвии – это 19-е место. Хотя мы немножечко сейчас, мы остались на 19-м, но Литва наступает нам на пятки, Эстония впереди. То есть у вас здесь в этом смысле… В Латвии, да, вы, наверное, имеете в виду? Да. Нет, здесь я не об образовании, я говорю о бизнес-среде с точки зрения ведения бизнеса. Ну, а то, что вы говорите с точки зрения непредсказуемости – это факт. И мы тоже проводили исследования, вот какие вызовы, какие проблемы ведет бизнес. Вот это первое, что вы говорили, как раз непредсказуемость. Мы только-только ввели изменения в налоговую систему. Сейчас мы что слышим? Опять планируется изменение налогового законодательства. Точно так же вот это могу сказать об образовании. Мы только-только ввели новую систему аккредитации. Когда отошли от аккредитации программ, ввели систему аккредитации направлений. Не успела еще пройти, потому что в этом году сейчас все вузы пишут отчеты, готовится к этому. Это год аккредитации практически у всех. Еще не прошел даже первый цикл этой новой системы аккредитации. Уже опять идут разговоры, что мы будем их снова менять, будем переходить на институциональную аккредитацию. Что это значит? Что предстоит какие-то изменения вести? Да. Может быть, пошире истолкуете, о чем идет речь? Сейчас мы готовимся к аккредитации. Вузы проходят аккредитацию по направлениям. То есть программы, если, например, у нас бизнес-направление, и там экономическое направление. Есть программы, которые попадают в эту группу. И в этом году у нас будут как раз все эти направления должны будут пройти аккредитацию. Это, ну, пишет, вуз пишет так называемую самооценку. Они в электронном виде мы подаем. Потом приезжают эксперты. И... Потому что это наш процесс, это наша кухня, как всем понятно. Приезжают эксперты. Это в этом изменение по сравнению с прошлым, да? То есть... Нет, сейчас они объединены в группы. Раньше была... Каждая отдельная программа проходила. Сейчас вот эта группа, то есть это направление аккредитуется. Теперь вот уже говорят о том, что нет, будет еще направление, и теперь будет еще вуз в целом проходить аккредитацию. То есть мы не успеваем поработать вот в новых правилах, потому что это циклы шесть. Как поступают другие, да? Да, в которые, ну, как бы, логично было бы, ввезли изменения, этот цикл прошел, его проанализировали, как же это теперь работает, но тогда думаем, изменить что-то или не изменить. Ну, давай сейчас будем просто менять. У меня еще вот один вопрос по поводу кейсов вот от принимательской деятельности. То, чему, ну, в принципе, вот я понимаю, это тоже одна из таких, ну, сильных сторон. Здесь все бы учить на конкретных делах. Но, с другой стороны, вот не кажется ли вам, что это, ну, вот параллель генерала, которая готовится ко вчерашней войне? То есть это тоже кейс, ну, то есть вот этот человек уже открылся, создал свой Фейсбук. То есть нужно ли, ну, вот идти по его следам, или бизнес, успешный бизнес всегда что-то предполагает новое? Ну, безусловно. Ну, то, что это предполагает что-то новое, безусловно. Но если ты не знаешь, то есть как люди учатся? Ты думаешь, хорошо, можешь учиться новым учебником, ты слушаешь преподавателя, ты видишь, ну, такие role models, да, то, что образец, на который ты можешь ориентироваться. И это тоже очень важно. Но ведь это только часть того, что ты учишься на... Кейсы, на самом деле, помогают, если мы учимся на кейсах, поставить себя на место, ну, того человека, которому нужно принять решение. И ты когда говоришь, не то, что нужно сделать там, я студентам часто говорю, вот что-то, надо улучшить мотивацию, надо там что-то там повысить вовлеченность работников. Я говорю, это очень-то здорово, но что ты будешь делать завтра, придя на работу? Вот с кем ты поговоришь, что ты скажешь? Ну, в примере конкретного случая, да, вы смотрите. То есть это, ну, кейсы создают, ну, безопасную среду, где ты можешь ошибиться, потом проанализировать, что ты мог бы сделать иначе. И поэтому это очень важная составляющая часть. Ну, кроме того, что создание нового, ну, это это, они же пишут и бизнес-планы пишут, и создают какие-то свои проекты. У нас активно работает бизнес-инкубатор, где ты можешь пойти со своей идеей. Если у тебя нет идеи, есть лаборатория идеи, где тебя могут научить, как генерировать идеи. А если твоя идея, ну, так как коммерциоспособная, то ты можешь пройти вот через этот печень, пройти, быть отобран, и тебе помогут создать твой бизнес? Ну, коль мы говорим о бизнесе, Ресеба как раз-таки занимается организацией, управлением предпринимательства, обучает этому своих студентов. Соответствуетесь ли вы запросам рынка? Часто приходят сюда предприниматели и жалуются на то, что то образование, ну, может быть, это еще касается и средней школы в том числе, то образование, которое получают современные нынешние дети, оно не всегда соответствует интересам рынка и работодателям напрямую. То есть у них не хватает либо определенных навыков, то есть это, возможно, еще отстает по времени. Здесь у вас идет какой-то контакт именно с тем, что надо предпринимателям сегодня. Ну, контакт идет постоянный. Во-первых, на любой программе у нас есть так называемый совет программы. Совет программы, в который входят в том числе и представители из бизнеса. Это, ну, вот первый даже на стадии формирования программы, анализа программы. Всегда присутствуют люди, специалисты в этой отрасли. Это первое. Во-вторых, у нас, если мы посмотрим на состав преподавателей, у нас есть свой костяк преподавателей, это примерно 70 человек, которые то, что называют фулл-тем. Преподаватели. Но на любой программе очень много мы приглашаем, в том числе и из бизнеса. И есть вот у нас в нашей такой академической среде есть понятие вот это баланса между академизмом и практикой. И мы ее всегда стараемся очень так заплюсти. А бизнесмены с вами приходят, читают лекции, делятся опытом? Да, на постоянной основе, либо в качестве приглашенных гостей? Насколько студенты это приветствуют? Есть такие, которые на постоянной основе, вот как гостевые преподаватели, целые курсы читают. Есть и с гостевыми лекциями, которые приходят. У нас есть, ну, такое, как дни карьеры, месяц карьеры, где, во-первых, наши выпускники очень многие приходят, и в том числе и с лекциями. И кроме того, что для предпринимателей это тоже хорошая площадка для отбора работников для себя. Может быть, вы знаете, что сейчас очень часто обсуждается, в том числе и в Сейме, и отдельными политиками, пребывание в Латвии других студентов иностранных, их возможность работы. Допустим, чаще всего национальное объединение говорит об индийцах, которые сюда приезжают. Это то, что заменили узбеков. Объясняю все это. Якобы студенческой визой, на самом деле, у них здесь планы другие. Более того, они не могут работать с определенным количеством часов, установленным законом, потому что они здесь учатся. Знакома ли вам эта проблема? На самом деле, есть ли какие-нибудь опасения в этом плане, что они, правда, приезжают сюда учиться? Я должна сказать, ну, во-первых, все зависит от того, насколько вузы серьезно относятся к отбору студентов. Вот я тоже сказала, что немножко в этом году произошли изменения в соотношении рынки, откуда приезжают иностранные студенты. У нас тоже достаточно много индусов, студентов из Индии. Я только закончила курс, который преподавала, еще вот они в среду будут сдавать экзамен. В магистратуре, ну, наверное, человек семь там было у меня индусов. Ну, сказать, что они какие-то другие или не могу. Ну, правительство же дает рекомендации не брать студентов из стран с повышенным риском, допустим, терроризма, да? У вас же есть какой-то такой список? Это список не у нас, это список Министерства иностранных дел. Да, я имею в виду, который вы принимаете к сведению. Это такой рекомендательный либо… Это рекомендательный, но если вы так считаете, что нет, вы хотите оттуда, вам никто не запретит, но это процесс прохождения всех этапов, чтобы получить вид на жительство, будет очень долгий, сложный. Но вы не отказываете таким студентам? Какие это страны, можете назвать их, входят в группу риска? Ну, это арабские страны, тот же там Египет. Ну, так я не могу точно сказать, буквально. Ну, вы видите какую-то угрозу, либо вы действительно думаете о том, что это люди, которые приезжают и хотят учиться за высшим образованием, и вы всегда за то, чтобы им дать такую возможность? А не слепо, не слепо, да. Ну, во-первых, вот политика нашего вуза. Наша цель, чтобы у нас было 25% иностранных студентов. На данный момент это где-то 15. Следующая наша задача, мы не хотим, чтобы у нас доминировали студенты из какой-то страны. В отличие от многих других вузов, у нас нет отдельно групп для иностранных студентов. Наши все студенты учатся вместе, потому что наш главный принцип, это как раз, что ты должен уметь работать с людьми разных национальностей, которые говорят, предположим, на одном языке, на английском, но у которых разные акценты. Учиться понимать, и поэтому мы делаем все, чтобы в нашей аудитории были студенты из разных стран и разных национальностей. А в других вузах вы говорите, что иностранные студенты собраны как бы изолированно, отдельно учатся сами по себе. Да, нам пора заканчивать. Время эфира подошло к концу. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была ректор Ресебы, Ирина Синикова. Спасибо большое, что к вам. Вы высшая школа бизнеса, искусства и технологий.